Я хочу вам рассказать один сюжет, который называется «Линейка Штейнера». Сюжет этот мне подарен семьей Масловых, Евгений Маслов и его сын из Челябинска. И линейка тоже подарена ими. Это линейка для нахождения точки Штейнера в треугольнике. И вот я хочу Сергею Маркелову, который мой друг, и вот он на канале. Серега, привет! Я хочу рассказать Сергею, потому что он любит такие вещи. Вот смотри, Серега, допустим, тебе нарисован треугольник какой-нибудь, и ты хочешь в нем найти точку Штейнера. А что такое точка Штейнера? Точка Штейнера – это точка, от которой суммарное расстояние до всех трех вершин самое маленькое. Такая задача. Ее сформулировал фирма, а решил евангелиста Торричелли. И что же решил Торричелли? Знаешь ответ? Ну, я слышал, что эта точка даже и называется не точкой Штейнера, а точкой Торричелли. Но может быть, кто-то и точкой Штейнера. Точка фирма Торричелли, она же задача Штейнера потом стала. Просто у нее продолжение есть в виде соединить минимальной системой дорог, или чтобы точку одну выбрать. Вот та, которая минимальная система дорог, она называлась задачей Штейнера. А там, где точку выбрать, это задача поиска медианы, исходная сдача фирма Торричелли. Но для треугольника они еще совпадают. Для квадрата уже нет. Для треугольника они не всегда совпадают, будем точним. Ты хочешь сказать, что для треугольного они не будут совпадать? Совершенно верно. Для треугольного внутри треугольника не существуют точки, из которой каждый фирма дорог тоже будет такая тогда. То есть для треугольника все-таки ответы совпадают к обоям, независимо от того, какой он. Ну, тогда смотря что ты считаешь. Если ты считаешь, что то, что находится вот этой замечательной линейкой… Нет-нет-нет, линейка это другое. Линейка используется только для нахождения точки Штейнера в таком человеческом. В остроугольном треугольном. Да. Не остроугольном, а не очень тупоугольном. Не очень тупоугольный. Каждый угол меньше 120 градусов. Итак, как это работает, как говорят современные молодежи? Приставляю сюда и аккуратно выбираю вот так, чтобы у меня каждая вершина попала на линию. А линейка уже так сделана, что у нее по 120 градусов. Здесь видно, что тоже попадает. Так что вот у меня одна линия, ой, съехала. Вот другая линия, и вот третья тоже смотрит, куда надо. Следовательно, вот эта вот точка, которую я отметил, вот она. Она и есть, точка Штейнера, этого треугольника. Раз и нашли, да, всего. Вот, а теперь я хочу тебе ее преподнести, потому что я с ней уже поигрался целый год. И так как она в единственном экземпляре пока есть, а ты большой фанат таких вещей, головоломок всяких и прочих приспособлений, то я прямо в кадре ее тебе передариваю. Я думаю, что семейство Масловых не обидится, потому что я в ней наигрался, теперь время Сергею поиграть. Спасибо. Спасибо.